Вы очень ревнуете своего любимого мужчину, и эта ревность доставляет вам много мучений. Бывает она обоснованная, бывает нет. Но вы любите человека, и вы ревнуете, и переживаете. Меня зовут Наталья Родомская, я специалист по отношению мужчин и женщин. Я расскажу, как можно справиться с ревностью и как ревность использовать для улучшения ваших отношений. О, как загнуло, да? И теперь я вам расскажу. Почему вы ревнуете? Я называю это синдромом одного мужика. Когда из миллионов, миллиардов мужчин вы выбрали одного и зацикли на нем свое внимание. Естественно, если у вас есть подозрение, что он куда-то может пойти, все, он один. Если вы потеряете все, из всех мужчин на планете Земля один. Представляете? Поэтому такое происходит. А если бы вы серьезно относились к одному человеку, встречались бы, ну, параллельно бы знакомились и получали бы знаки внимания от других, и понимали, что если вдруг он от вас уйдет, у вас будет кому пойти на свидание, так скажем. И меньше будет переживаний. Ваш любимый мужчина, он действительно может вас любить, но у него, например, у вас есть синдром одного мужика, а у него нет синдром одной бабы. И он с вами в серьезном отношении имеет, ну, кому-то может пококетничать, ловнуться, там, подмигнуть, это есть. И поэтому у него нет патологической ревности. Но когда вы ревнуете своего мужчину, вы начинаете совершать неправильные действия. Действие, которое понижает вашу ценность. Д. П. С. Действие, понижающие ценность. И тогда, когда вы предъявляете претензии, ты где-то был, почему ты не брал трубку, вы становитесь в позицию нуждающейся женщины, как будто бы вы ждете и сидите вот только его. Он это понимает. И еще дальше, еще больше начнет куда-то пропадать. Не надо. Вы тоже заведите себе каких-то поклонников. И общайтесь с ними. Пойдите там в кино, там, ну и все, не больше. Нет, ни в коем случае, боже упаси, нет, я вас на это не подталкиваю. И тогда у вас пройдет вот этот вот синдром одного мужика, и вы будете счастливы. Это вам поможет в отношениях. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. С вами была ваша Наташа.